Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу еще ответить на ряд вопросов, вопросов, связанных с семинарами и тренингами, когда люди пишут и спрашивают, как мне лучше заниматься? Лучше мне заниматься, проходить индивидуальные сессии или лучше работать, например, в группе, проходить семинар-тренинг? Типа у меня на семинар-тренинг нет времени, это же надо выделить там большое количество времени сразу, а я вот такой уникальный, не могу его себе выделить. Давайте начнем с этого. Если вы не можете себе выделить время на семинар-тренинг, или вы не можете выделить на себя денег, или вы не можете на себя выделить, это вы не можете. Не можете, потому что у вас есть старичная выгода от этого. Не можете, потому что не любите себя, не уделяете себе внимания, не считаете нужным, не считаете важным и так далее. И тогда какой смысл идти и работать, и дурить кому-то голову, если вы уже здесь и сейчас себя не любите, не принимаете и так далее. Практика, зеркало, пошли работать, нечего мне писать. Это первая категория. Вторая категория – те, которые думают интенсив или индивидуальное занятие. Понимаете, за что я люблю интенсивы и за что я люблю, например, эпигенетику в варианте растянутом во времени, я вообще не признаю. То есть что происходит? Когда мы в интенсиве за 2 недели, за 6 дней, грубо говоря, берем и прорабатываем с утра до вечера, отрабатываем, сносим все метки, основную часть, все, что касается ресурсных травм, спускаем эти ресурсные травмы, в конце у человека возникает одна проблема – нарисовать новую картину мира. Мы сейчас будем эти тренинги дополнять тем, что мы будем учиться рисовать новые картины реальности, потому что у человека начинается резко осыпаться реальность, а новое он не нарисовал. А ресурсные травмы как бы затерты, но они затерты на 2, 3, 4 недели. После этого Бог как будто смотрит и думает, включится у вас осознанность или не включится. Будете вы самостоятельно рисовать новую картину реальности или не будете? И если вы не рисуете, то тут же включается наше высшее Я, его задача. Это клапан перепускной, грубо говоря. И он накачивает из рода, из этноса, из планеты, он найдет откуда нужной частоты, подкачать вам очередную ресурсную травмочку, из которой будет строиться новый событийный ряд. Во всяком случае, день сурка у вас закончится когда-то, да? То есть вы вечно в нем висеть не будете. И за обрушением того, что вы имели, как правило, следует то, что вы хотите иметь. Но если вы это хотите, а не нарисовали, то, соответственно, вы будете иметь какое-то зависание, а потом пойдет очередная ресурсная травма. И таким образом получается, что полностью перекрыть ресурсные травмы невозможно. Это клапан перепускной, энергетический, информационный. Сюда он качает энергию, информацию, туда он качает очки осознания, тоже информационную составляющую, но уже без энергии. Так вот получается, что если вы не сами, то за вас, да? И если вы работаете в интенсиве, то у вас есть эти 2, 3, 4 недели на то, чтобы нарисовать новую картину мира и чтобы увидеть, как она проявляется осознанно, да? Но если у вас получается, что в это время занимались индивидуально, отрабатывали травму, за травмой, медленно, растянутого времени, то вот этого промежутка у вас не возникает. Вот этого не можете увидеть. И получается, что вы как бы закрываете одну боль, потом вторую боль, потом третью боль, потом четвертую боль. И таким образом вы закрываете травму, за травмой, и снова новая травма. И вы медленно и верно, как танк, прорабатываете себя, свой рот, все человечество. Если вам так нравится, тогда индивидуальная работа. Если вам нравится все-таки включиться и в какой-то момент, чтобы у вас был вариант перехода на осознанное рисование картины реальности, чтобы вы почувствовали разницу между реализацией из ресурсной травмы и реализацией от души, из интереса. Это 2 вида всего лишь, всего лишь 2 вида наполнения. Я на своих роликах уже это подробно рассказывала. Есть вариант, когда вы реализуетесь и раскрываете свой потенциал из ресурсной травмы, и есть, когда вы реализуетесь и раскрываете из интереса. Из интереса – это когда напрямую творит душа, это когда вы творец, да? И тогда вы осознанно рисуете свою картину мира. Все, что касается ресурсных травм, здесь об осознанности речь вообще не идет. И здесь же прилетает вопрос следующий по хроникам Акаши. А можно ли переписать хроники Акаши? Хроники Акаши – это все, что написано из ресурсной травмы. Это все, что предполагается, какой будет сценарий, если человек не осознан, если он сам не рисует другую картину реальности своей. Он не осознан, ему надо что-то проживать, ему надо в какой-то картине мира пребывать. Вот ресурсная травма ему накачала, прекрасно выдала, и человек с этим живет дальше, прекрасно себя чувствует. Ну или не прекрасно, какая разница. Вот это хроники Акаши. Все, что вы начинаете творить осознанно, когда вы уже из интереса валите. Вы видите, я тоже валю из интереса, мне абсолютно пофиг, кто что обо мне думает, кто что обо мне говорит и так далее. Вот есть интерес, и неважно, где ты находишься, там в Беларуси, не в Беларуси, все равно есть интерес, да. И ты просто вальшь. Вот когда из интереса, тогда хроники Акаши теряют свою актуальность. Тогда будет то, что вы выбираете. А у вас предоставляется такое огромное пространство вариантов. Уже после эпигенетики, если человек заходил на курс, у него было 1-2 варианта развития событий, после эпигенетики тоже 10-20. Да. А после того, как он включается осознанно в игру, начинает формировать реальность, там миллионы вариантов. Там за человека предсказать его будущее невозможно. И заранее ему вкладывать внушение на тему, вот тебе надо заниматься этим, а не этим. Извините, вот что душа говорит, вот если это душа говорит, тогда да, занимайся. А если это тебе сторонние люди говорят, тогда давай учись слушать свою душу сам. По поводу внушений. Внушение очень крутая штука, и она очень сильно сказывается на нашей жизни. И я сталкивалась в работе с тем, что, например, те же самые бабки, цыганки, добрые люди, все те милые, прекрасные человеки, к которым обращались другие за помощью, и которые им внушили, что вот у тебя там будет умственно отсталый ребенок. Вы помните видео прямо во время экспериментов я выкладывала, когда мы работали с аутизмом. Маме внушили. Дети в развитии доходят до того возраста 28 недель, когда они нормально развиваются, оба в животе, в утробе, доходят до периода, там стоит программа, что один из них должен быть умственно отсталым, и они решают, кто из них будет умственно отсталым, а там двое. И рождается следующий, и проявляется аутизм, и, соответственно, с отставанием в развитии. Но первично внушение, которое было сделано маме, первично внушение, которое было сделано маме, а дети уже отыграли под эту программу, потому что в психике стоит программа, и на нее надо отреагировать. И когда мы снимаем, конечно же, мы возвращаем эти программы этим добрым людям, которые их поставили, но не в этом-то суть. Это карма тех людей, они потом будут гребти. Когда я сталкиваюсь с экстрасенсами, которые делают внушение людям, вот согласно этого архетипа, у тебя должно быть это, и только это, и никак по-другому. Я вижу во время расстановок, что ты вот был тем-то, и ты не можешь быть другим, потому что ты тем-то был, да, и значит у тебя такие-то реакции, такие-то последствия. Это жесткие концепции. Если вы в жестких концепциях пребываете, попадаете в них, имеет смысл выкинуть. Любая жесткая концепция нарушает текучесть энергии. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. К внушениям надо относиться крайне осторожно. И если вы чувствуете, что вас что-то зацепило, значит найти, за что зацепилось. Потому что у вас была программа, за которую зацепилось. Эту программу находите, удаляете, и внушение тогда не работает. Просто так удалить внушение не получается, пока вы не нашли то, 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 за что у вас зацепилось. Поэтому, я надеюсь, я ответила на вопрос по индивидуальной работе, вообще по выделению времени на семинары. Все, что касается хроника каши, пишите себе, какие хотите каши, если вы осознаны. Если вы из ресурсной травмы, вы ничего себе писать не можете. Вы будете в рамках того бюджета, который вам отведен на эту жизнь, у вас будет один-два варианта, по которым вы будете болеть, и вам будет болеть, и вы будете страдать. Потому что развитие человека, как правило, может быть либо через боль, либо через осознанность. А драйвера на осознанность есть далеко не у всех людей, но драйвера на боль есть у всех. Вот как-то так. С вами была я, Наталья Зайцева. Если вы решаетесь присоединяться к семинару, звоните, плюс 375-296-292-366. По этому номеру вам ответит молодой человек. Он расскажет, что и как будет. Рада буду видеть вас всех в апреле, в мае, в июне, ну и там еще какое-то время на семинарах. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.